Берегись автомобиля. Жители одного из домов по улице Народной бьют тревогу. Дело в том, что проезд там сквозной и автомобили, объезжая пробку, несутся прямо вдоль дома. В какие бы службы ни обращались люди, помогать никто не торопится. Кто должен заниматься этой проблемой и установит ли в этом дворе ограждение, расскажем в нашей постоянной рубрике «Срок ответа сегодня». Этот дом был построен довольно давно, поэтому дорога во дворе очень узкая. Но люди вполне обоснованно считают, что это не повод делать из их двора проезжую часть. К слову, из-за постоянно снующих здесь машин произошел несчастный случай. Летом сбивали здесь мальчика, бегал вот здесь вот, и просто машина ехала. Ну, она не ехала, летела, и он как бы притормозил, не увидел. Уж потом, когда начали кричать, он уже увидел водителя. К счастью, трехлетний малыш не сильно пострадал и остался жив. Проблема сквозного двора волновала жителей несколько лет. Но именно после этого происшествия люди стали писать во все инстанции. Ведь этот случай мог обернуться трагедией. Я начала обращаться в администрацию, написала им письмо по звонку. Они мне отдали ответ, что он находится в ведомстве ТСЖ, наш двор. Позвонила в ТСЖ, отправила им факсом это письмо. Они мне сказали, что извините, нет таких денег, деньги закончились, на вас не хватило. Делайте своими силами. Причем сделать предложили площадку, на которой машины будут разворачиваться. Даже сказали примерную сумму – полтора миллиона рублей. Конечно, расходы жителям не по карману. А вот установить лежачих полицейских или бетонную плиту почему-то не предложили. Люди рассказывают, что быстро ездят только те, кто не живет в этом дворе. Машины ездят на скорости 60-80 км в час именно по двору. Просто съезжают, потому что нету бордюров. Это предопустимые скорости передвижения по двору 5 км в час. К слову, пешеходных дорожек здесь тоже нет. Поэтому, выходя из подъезда вечером в так называемый час пик, люди прямиком попадают на проезжую часть. У жителей даже есть версия, почему страдает именно их двор. Как сейчас пик начинается в 6 часов, то есть та дорога начинает забита, начиная с улицы Юркиной до улицы Новой, до Мусмарти, там начинается пробка. Они начинают объезжать, начиная с 9-этажки и проездной двор, то есть вот до суд, до 15-й школы. И такая проблема в нескольких дворах в этом районе. Никто из жителей не может добиться хоть каких-то действий чиновников, чтобы обезопасить себя и своих детей. Вот тут вот какой-нибудь камень, мы уже не просим там двор какой-нибудь, там не знаю. Вот хотя бы камень, чтобы хоть чуть-чуть обезопасить своих детей. Перекрывать его мы не имеем права. Мы получаем неоднократно предписание от пожарной инспекции. Эти проезды, они квазные, они существуют для того, чтобы можно было безопасно проехать дома в пожарной машине. В случае пожара запрещены любые лежащие полицейские, которые соответствуют ГОСТу, то есть раньше, которые делали асфальтовые и прочие. Сейчас они должны быть рога по ГОСТу. Мы напишем запрос, информацию получим и до вас ее доведем. Жителям улицы Народной и самим посоветовали обратиться в ГИБДД, чтобы в их дворе наконец-то установили лежачего полицейского.